здравствуйте друзья доброе утро у нас сегодня среда второе так думаю ноября и вы видите день такой солнечный вроде но холодно вот могу сказать что холодно не знаю сколько там на градусники но вот так это кажется что лето на самом деле стало прохладнее последние может быть пару дней вот я могу сказать что как-то чувствуется что ноябрь ну посмотрим что дальше будет из наших таких школьных дел я так расскажу что вокруг творится как-то на вопросы отвечать все время сложно они напоминают друг друга я так в целом порасскажу значит на школьном фронте у нас на днях группа начнется и и до конца года новых уже не будет я так думаю может быть мы там что-нибудь такое в декабре там вечерняя группа какой-то запустим но в общем-то она будет тогда внеочередная потому что мы в общем-то так по основному расписанию не планировали но просто когда долго не не запускаешь новую группу там набирается сколько-то народу и надо что-то делать значит это одна часть вторая часть у нас тут по стране в целом по стране в целом я бы сказал народ устал сильно от выборов и от всех этих обсуждений и и даже я вот который не сам сильно интересуюсь но для вас вот собирал там и и я тоже устал но тем не менее тем не менее какие-то события происходят и может быть мы так пару слов скажем примерно треть населения голосует до выборов это происходит либо по почте либо явочным порядком то есть вы туда приходите значит на избирательный участок есть места куда можно прийти и заранее проголосовать или вы уезжаете в день выборов или вам по тем или иным причинам неудобно или вы не хотите в очереди стоять там с утра или там где-то короче вы можете прийти так проголосовать поэтому значительной степени уже многие вопросы решились или скажем так решаться еще люди продолжают голосовать до начала выборов до открытия избирательных участков ну тем не менее значит просто я к чему говорю что в значительной степени уже какие-то вещи произойдут до этого дня дальше что вот эта история с открытием там кейса хиллари клинтон fbi как бы снова открывает там тоже какая-то ситуация очень стрёмная потому что с одной стороны вроде бы ничего такого за ней нет то есть я никаких обвинений не предъявили ей не сказали ничего сказали что поскольку ее помощница вот в те времена она была ее помощницей значит ее помощница с мужем разводится выясняется что муж ее там значит всякие непристойные вещи делал ну или электронно то есть я я не знаю там если обвинение в том что он реально что-то делал ну вот он электронно он там какие-то картинки там посылал с собой голым там несовершеннолетним и так далее в общем вот как бы возникла такая идея что сейчас они будут проверять там их имейлы но мужа данном случае что а вдруг выяснится что-нибудь такое что вот они не знают про там mail сервер клинтон которая его сделала как бы вне офиса там и так далее и вот вдруг что-то выяснится вот они открывают и и и и не сказано было ничего не сказано было что есть хоть какие-то основания подозревать ее хоть в чем бы то ни было сверху на то что уже однажды было и прошло и как бы вопрос закрыт вроде бы поэтому то есть с одной стороны абсолютно вилами по воде там и так далее кроме того там есть еще тонкости дело в том что государственные органы не должны вмешиваться в политическую жизнь страны а с точки зрения времени когда вот это вот произошло это воспринимается как попытка повлиять на исход выборов с одной стороны это очень это просто нарушение закона с другой стороны не будучи законом есть практика когда не публикуется ничего что может повлиять на исход выборов в течение 60 дней перед выборами например тот же самый начальник fbi да вот тот же самый человек который принял решение опубликовать что открывается там закрытый вроде бы там кейс на хиллари этот же самый человек сказал что мы не можем сейчас официально значит подключиться к обвинениям спецслужб о том что российское правительство значит направляет поддерживает там прикрывает хакеров которые взламывали там какие-то американские сервера потому что это может повлиять на выборы и мы мы не должны туда лезть то есть вроде бы вот только-только он это же самое правило и и вдруг на тебе поэтому там очень много идет сейчас как бы сказать в этом плане идет напряг и даже республиканские некоторые там люди говорят что если уже ты с этим выходишь так ты уже скажи что-то что же ты так просто так вот взял там типу типа типа ее в чем-то поймали а там уже свистопляск такая начинается что прям как будто и завтра в тюрьму посадят там что-то такое короче вот эта вся ерунда повлияла на на то что в каких-то местах значит вот там сократил в каких-то категориях избирателей больше стала антипатии там клинтон вообще я вчера смотрел дяденьку одного он интересно сказал он говорит что тот на ком много внимания прессы тот проигрывает в очках потому что оба являются не любит нелюбимыми то есть и клинтон и трамп в равной мере там где-то в районе 60 процентов значит не вызывают симпатий эти 60 процентов людей не любит ни того ни другого поэтому когда внимание переключается на кого-то его вспоминают больше и начинают его больше не любить вот такая интересная ситуация обычно все наоборот но вот тут так ну мнение такой я не знаю значит клинтон продолжает лидировать по опросам которые есть и это ее лидирование она немножко сократилась и сократилась она до такого положения что в некоторых штатах которые важны то есть штат которые не важны вот калифорния не важно то есть понятно что там клинтон побеждает поэтому не интересно а вот есть штаты где допустим клинтон лидирует но вот там на один процент на два процента то есть в любую секунду пойти вот чуть-чуть не поймешь чего кроме того есть как бы такой фактор вот кто пришел голосовать эти так мы опросить мы вроде опросили а вдруг там еще кто-то пришел и вот пошло-поехало то есть когда счет идет на там сотни там были может быть там пара тысяч человек там на целый штат то конечно может случиться все что угодно и букмекерские домоценки если до этой истории с открытием кейса были где-то 82 процента была вероятность того что они оценивали что побеждает клинтон то сейчас это 71 процент 71 процент тоже довольно много и когда вот сидят там люди интеллектуалы всякие и вот обсуждают какие шансы тому трампа победить получается такая история что есть там некоторое количество таких штатов где вот может перекинуться в ту сторону и любит непонятно и вот они как раз сейчас там выступают активно и клинтон и трамп точек вот они по этим штатам где что-то может произойти вот там там решается но там узкие такие рамки остаются непонятные скажем во флориде клинтон лидирует на там по 1 процент это один процент ну хорошо что будет в день выборов мы не знаем я не знаю вы помните или нет но вот эта история когда буш стал президентом победив гора там все решили 500 там 20 530 голосов пойти на целый штат флориды достаточно заселенный такой штат там не то что 2000 человек живут так вот там 500 500 голосов все решили знаете вот мы снова можем оказаться в такой ситуации причем не в одном штате а сразу в несколько теперь что да так вот когда говорят какие шансы там у трампа то вот он должен практически все эти колеблющиеся штаты прибрать все клинтон устроит там 12 штата из из этой группы и она уже победил ну или либо один такой большой как например флориды который решит все вот либо там два маленьких каких-нибудь но я ей хватит поэтому получается так что в этих штатах где непонятно что в большинстве из них все равно лидирует клинтон пусть она лидирует не так ярко как например до этой истории но тем не менее она все равно впереди поэтому трудно трудно себе представить значит что скажем так на сегодня если будет голосование было сегодня она она побеждает причем очень уверенно и так на уровне выборщиков она побеждает с большим отрывом поэтому мы не знаем что там осталось там пять дней но посмотрим во всяком случае если мы смотрим на такие индикаторы более независимые так назовем например stock market значит stock market сейчас при некоторых там осторожностях которые заметны при всем при этом никаких таких драматических изменений нет то есть они верят в то что побеждает клинт там даже тот же мексиканский песо в общем-то неплохо себя чувствует вот поэтому с одной стороны как бы мы видим статистику ухудшающиеся для клинтона но мы не видим чтобы перевернулась ситуация от нее в сторону я не знаю вы помните не помните я вам рассказывал историю там с налогами которые налоговой декларации которую трамп не хотел публиковать но там где-то у него сперли и вот опубликовали за 95 что ли год там кусочек где было видно что он там на миллиард долларов имел убытков соответственно там он потом признал что он не платил налоги в силу этого вот того что у него там были потери он там много лет потом не платил налоги и я тогда сказал что вот было такое рассуждение что скорее всего эти деньги были не его собственные а а у него на самом деле нет столько денег чтобы вот так потерять а скорее всего он их одолжил а потом списал как будто он лично их потерял свои потерял и вот вот была вчера сегодня тут эта публикация была в нью-йорк таймс и выясняется что да это таки да были одолженные деньги то есть он одолжил миллиард долларов он успешно этот миллиард профукал вот но сейчас масштабы растут вот теперь миллиардами то уже не будет он теперь триллионами хоть и даже известно теперь чьи деньги это будут но там там какие частные люди а тут вот да но не суть он профукал миллиард чужих денег а потом списал их так как будто бы это были его собственные и поэтому он да и они говорят что поэтому он и не хочет ничего публиковать потому что это вылезет и как бы мысль такая что место его в тюрьме но не знаю в общем есть есть интересные детали я не думаю что это может повлиять на что бы то ни было никакой истерии по этому поводу нет никто ничего такого не кричит все там подчищают своих хвосты там с избирателями не определившихся людей очень мало осталось то есть особо не к кому апеллировать понимаете поэтому ну что ну ну хорошо там тут покричали здесь поругались но поскольку уже и дебаты толком прошли и собственно непонятно непонятно к кому сегодня можно обращаться с там с каким-то разоблачениями критикой и так далее вот выяснилось что на тех кто поддерживает клинтон кто собирался голосовать за клинтон эта история с открытием закрытого кейса вообще никакого никакого впечатления не произвела ну да ну ну хорошо открыли закрыли там вроде уже все сказали да халатно да нет оснований для криминального уголовного преследования закрыли и забыли ну хорошо открыли чего открыли непонятно но в общем так вот мало на кого подействовало но но есть люди неопределившиеся чем ближе к выборам тем меньше неопределившихся вот может быть за них борьба идет даже я не знаю но пока вот так так что такая ситуация в стране но но еще раз активность низкая политическая уже все устали все все знают все все поняли такой грязи и такой мерзости как вот эта избирательная кампания пишут что вот не припомнят такого чтобы вот так что на настолько все это безобразно происходило да интересно интересно в общем а тут еще на билла клинтона тоже со та же самая fbi просто вот у меня личное впечатление что как бы fbi сознательно работает против клинтон значит опубликовали есть такая онлайн библиотека fbi опубликовали отчет fbi о том что вот клинтон когда он уходил с должности президента вы может быть знаете такую хохмочку что когда человек когда президент уходит с должности он может там помиловать там или там отпустили какие-то кейсы закрыть из тюрьмы выпустить и так далее там и это как бы принято делать вот в частности клинтон уходя с должности помиловал там одного дядьку который был такой инвестор жулик и жена этого инвестора жулика американка она донор так она давала деньги в демократическую партию вкладывала а можно сказать что взятки давала да если так посмотреть так вот короче вот ее мужа и помиловали и fbi в 2001 году анализируя этот кейс они сказали что вот тогда еще сказали что клинтон вышел за рамки как бы нарушил вот тот процесс который предшествует вот этому паролю то есть когда отпускают человека то есть есть вещи которые нельзя но по отношению к этому человеку нельзя применять вот как такому виду нарушения нельзя применять но вот он как бы расширил так сказать критерии для прощения и выпустил этого человека там и так далее и вот сейчас это вот вот вывесили там на на сайт fbi она висит и опять если бы это произошло там скажем месяц назад то это бы на дебатах бы кричали то есть где-то где-то был бы какой-то крик там и так далее сейчас но это уже опять это конечно там трамп может об этом говорить и наверное скажет но надо что кто-то слушал понимаете а слушатели осталось мало таких которые хотят понять что-то для себя там голосовать за тех или голосовать за этих такая такая вот история так что у нас друзья из чистеньких выбора нет между чистеньким и грязненьким выбора тоже нет а есть такие два грязненьких да с грустью вспоминается анекдот про петьку и василия ивановича когда василия иванович говорит вот смотри петь как это вот чистый и грязный баня кто пойдет в баню вот и дальше они начали сняли кому больше нужно в бане чистому или грязному а у нас такого нет у нас один грязный и 2 грязный и оба идут вместо бани и хотят в президенты вот кто пойдет президенту один грязный 2 грязный вот кто будет президентом такая вот у нас история да ладно друзья осталось недолго совсем кратом 8 числа ноября мы узнаем а собственно за день до этого до другое знаменательное событие завершается прием заявок на участие в лотереи green card и я думаю что те кто еще не заполнил заявочку но из тех кто интересуется мы не имеем ввиду никого агитировать но те кто хотел бы но заявочку не заполнил вот я думаю что им есть смысл сосредоточиться на этом надо сказать что вроде бы уже осталось то всего несколько дней целый месяц идет прием заявок давайте переверну камеру идет прием заявок и я смотрю по трафику но у нас есть два видео одно на час там где прямо инструкцию люди заполняют заполняют шаг шаг за шагом там с алексом мараевским вот мы видим разговоры так заполняем а второе видео где я суммирую те ресурсы которые есть и говорю вот есть вот это есть вот это есть вот это вот такой путь начнет я недавно его сделал месяц назад там уже 50 тысяч просмотров вот на одном и на инструкции на самой там еще больше там 1055 просмотров вот за последние 25 30 дней и я смотрю что трафик не ослабевает то есть безусловно был пик там скажем 4 5 6 там может быть октября когда все только началось но даже сейчас на каждом из этих видео ежедневно 1100 1200 1300 просмотров при том что осталось вот там как бы совсем немного то есть люди которые не спешат есть люди которые в последний момент все делают и я думаю что вот это важно сосредоточиться на на то чтобы заявочку заполнить если есть желание поучаствовать вот а выборы ну как бы чему быть того не миновать так что мы можем подождать и абсолютно по этому поводу не беспокоиться то есть от нас мало чего зависит за пределами того чтобы пойти там и проголосовать кто голосует но даже вот скажем от моего голоса в калифорнии ничего не зависит поскольку понятно да вот можно можно голосовать или не голосовать результат не изменится хотя изменится может быть чуточку результаты в общем голосовании не по штатам не по выборщикам но вот как бы есть такое тоже хотя мы знаем что достаточно часто случалось такое что общие выборы там кандидат выигрывает а по выборщикам например нет так что такая вот история до чего я еще не сказал там когда говорил про то что с вот этот марджин сужается то есть рамки вот эти вот возможного расклада голосов в очень многих штатах почти в половине штатов соединенных штатов закон говорит так что если там результаты выборов попали ну скажем так в полпроцента до марджин вот они внутри полпроцента то включается механизм автоматического пересчета голосов это не то что кто должен потребовать а это будет сделано автоматически будут пересчитаны голоса если там по моему полпроцента там может быть от штата штату меняется но такого такого плана и закон и не во всех но в очень многих оставшихся штатах скажем так почти во всех есть механизм когда кандидаты или там партия кандидата могут потребовать пересчета голосов поэтому так тоже может случиться поэтому мы на самом деле не уверены что я лично не уверен что именно 8 числа мы узнаем победителя то есть может получиться что там еще займет пару-тройку недель может быть месяц пересчет голосов может быть в нескольких там ключевых штатах и так далее и это могут это могут потребовать просто власти до силу в силу того что они попали в этот марджин это может потребовать хиллари клинтон и ее партии это может потребовать трамп и республиканцы то есть мы не знаем кто из них как отнесется к чему кто из них там признает поражение или не признает если разница в 200 голосов все решает там какой-нибудь штате конечно конечно это требует особого внимания потому что при подсчете голосов всегда есть какая-то какая-то ошибка какие-то границы вот этой ошибки и иногда просто вот разница в количестве голосов попадает вот под внутрь этой ошибки то есть невозможно сказать уже также садится комиссии начинает там по одному пересчитывать вот как было во флориде тогда в 2000 по-моему году так я уже но наверно дали забывать начинаю все ребята счастливо приехал я на работу будем работать